Государство ввело или муниципалитет, оно же и обеспечивает, если это обязательно. Потому что в противном случае все эти наши меры в виде ношения масок, которые не меняются сутками людьми, потому что они экономят, ношение перчаток, которые ничем не обрабатываются, это абсолютная профанация. От себя добавлю, к пиару на бюджете мы уже привыкли. Пиар на коронавирусе – это бесчеловечно. Пожалуйста, Коломейцев по поправке номер 12. Николай Васильевич. Спасибо. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги. Во многих странах, где вводился режим обязательного ношения масок и перчаток, фактически все граждане получали и маски, и перчатки бесплатно. К сожалению, в России сначала два месяца не могли завести маски. Даже сегодня во многих аптеках отсутствуют сертифицированные маски и перчатки. Но есть произвол правоохранительных органов и сотрудников Росгвардии, которые, в принципе, даже в отношении инвалидов, если посмотрите в сетях, допускают грубости и оформление штрафов. В связи с этим мы предлагаем при введении правительством Российской Федерации, равно как и органами государственной власти, субъектов Федерации, или органами местного самоуправления, режима обязательного ношения масок и перчаток, за несоблюдение которых установлены штрафы, население обеспечивается масками и перчатками за счет бюджетных средств, порядок финансирования которых, а также обеспечение населения масками и перчатками, определяется правительством Российской Федерации. Спасибо. Пожалуйста, включите микрофон в центральный трибун. Макаров Андрей Михайлович. Спасибо, уважаемые коллеги. На самом деле у нас режим ношения, как вы знаете, определяется в каждом регионе по-разному. Более того, он может становиться в вождильных муниципалитетах. Мне вот интересно, от того, что мы напишем, что порядок определяется, как раздавать маски правительству. Вот как авторы себе представляют реальную раздачу масок? Дальше. Из каких бюджетов, когда мы говорим, предусмотрите порядок финансирования, из какого бюджета финансировать? Как мы должны с вами узнать о том, в каком муниципалитете, в каком городе, что это нужно? Вот скажем, в Санкт-Петербурге там решение принято в отношении нуждающихся, там выделяются средства на приобретение. Но это каждый решает сам. С нашей точки зрения, эта поправка даже не лозунговая. Эта поправка показать заботу о гражданах. А нуждаются эти граждане в этой помощи? Нуждаются они в раздаче или нет? Какая разница? Давайте всем, вот еще руководителям торговых сетей, на самом деле, раздать маски. Бесплатно, со стороны государства. Правительство определит, в каком порядке мы будем руководителям торговых сетей, торговых центров их выдавать. На самом деле, есть кому еще выдать. Так, коллеги, поскольку в данном случае это предложение не просчитано, это предложение не имеет никакой возможности практической реализации, комитет не согласился с этой поправкой и предлагает ее отклонить. Ставится на голосование поправка номер 12 из таблицы номер 2. Комитет не поддерживает данную поправку. Включите режим голосования. Покажите, пожалуйста, результат. Отклоняется поправка под номером 12. Николай Васильевич, почему Вы мешаете вести заседание, кричите? Вот смотрите, мне разрешили, учитывая, что в свое время, когда выступал министр взрывхонения, даже как и докладчик, кто выступает за центральной трибуны, не носить маску. Вы, во-первых, нарушаете режим и требования, которые предъявляются здесь в зале. Наденьте маску, пожалуйста, наденьте. Коллеги, давайте бережно относиться друг к другу. Выйдите на трибуну сюда, снимите эту маску. А Вы же рядом находитесь. Я не случайно сегодня начал с того, что у нас пять депутатов переболели. Вот они сидели в зале и не чувствовали, что они болеют. Либо слабость была, не обращали на нее внимания, либо недомогание или, может быть, и какие-то другие симптомы. Но они считали возможным в зал приходить. А потом оказалось, что они переболели. Но они были носителями вируса. Вы без маски, посмотрите, рядом сидят с Вами коллеги. Подходите тот к одному, тот к другому. Здесь уже вопрос безопасности депутата. Пожалуйста, Курины. Алексей Владимирович, по 38-й обоснуйте. Спасибо. Поправка сходная с предыдущей. Только она касается внесения изменений в закон о защите населения от чрезвычайных ситуаций. Их четко говорит. О том, что тот орган или тот уровень, который вводит чрезвычайное положение, либо положение повышенной готовности, тот же и обеспечивает, в случае, если является ношение этих СИЗов, средствами индивидуальной защиты, обязательными населения, соответствующими средствами индивидуальной защиты. Абсолютно нормально, абсолютно четко. Государство ввело или муниципалитет, оно же и обеспечивает, если это обязательно. Потому что в противном случае все эти наши меры в виде ношения масок, которые не меняются сутками людьми, потому что они экономят, ношение перчаток, которые ничем не обрабатываются, это абсолютная профанация, которая ни к чему не ведет. Поэтому поправка именно на это и направлена. Ввели положение повышенной активности, обеспечьте граждан, а не заставляйте их покупать по 50 рублей. И не давайте возможности наживаться разного рода аферистам сегодня, при посредничестве государства фактически, которые наблюдают за этим завышением в десятки раз цен и на маски, и на средства индивидуальной защиты, и на антисептики. И два месяца уже наблюдают за этим. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, уважаемый Вячеслав Викторович. Я сэкономлю время депутатов. Аргументация та же самая, как по предыдущей поправке. От себя добавлю. К пиару на бюджете мы уже привыкли. Пиар на коронавирусе – это бесчеловечно. Продолжение следует... Коллеги, ну и надо признать, мы сегодня рассматриваем решения дополнительные, а до этого принимали несколько недель назад решения, которые стимулируют предприятия, организации. А сейчас эти меры мы расширили, чтобы они не только покупали маски и средства профилактики, но и им налоговые льготы вводятся, если они закупают оборудование высокотехнологичное. Это в сегодняшних поправках есть. Коллеги, задумайтесь об этом. Все предприятия, которые сейчас работают, имеют такую возможность, и государство, мы с вами решение такое приняли, им засчитывает вот эти затраты в свою производственную деятельность. Коллеги, у предприятий такая возможность есть. У предприятий помочь есть такая возможность. Они могут это сделать. И здесь многое зависит от тех руководителей предприятий, которые бережно относятся к своим сотрудникам. Мы с вами сегодня эту норму расширяем, где предоставим возможность налоговых льгот, в том числе тем предприятиям, которые закупают, и ВЛ, и высокотехнологичную технику. Даже на эти идем решения. Они намного более дорогостоящие, чем приобретение тех же масок или дезинфицирующих средств. И, коллеги, ну это сделано. Почему мы все берем, не только подвергаем сомнению, а постоянно дискредитируем? Сначала говорили про Китай, теперь, значит, говорим про другие страны. Но в других странах посмотрите, какая смертность. Вообще вот все меры, которые предпринимаются, надо оценивать, исходя из того, что в итоге. Вы же врач, главный врач, знаете, о чем речь идет. Можно процессом заниматься великолепно. Но в итоге все поедут в морг. А можно решать вопросы грамотно и эффективно. И давайте посмотрим, какой будет результат. У нас самая высокая среди других стран, в том числе и профилактика, и обследование. Экспертиза. Подождите, что значит статистике можно верить или не верить? Вы вообще кому-то верите? Не верю, потому что вот хочу власти. Потому что вот это делают неправильно. Послушайте, так неправильно. Это нельзя так. Коллеги, ставится на голосование 38-я поправка, Комитет против ее принятия. Включите режим голосования. Покажите результат. Отклоняйте поправку под номером 38. Следите за нашими новостями, чтобы не пропустить все самое главное и интересное во внутренней политике нашей страны. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...